Вот мы уже прилетели в Варшаву, приземлились, ждем свой багаж. И отсюда мы поедем, практически туда, где собираются мастера, служить там и молиться, славить Бога. Думаю, что это будет хорошее время. Поэтому ожидаем мы от Господа откровений. Спасибо. Мы сейчас приехали в замок Шохов. Здесь один из старинных веков, который устроен был в 13 веке. И вот посмотреть, какой он из себя. Небольшой, но очень красивый. И интересно здесь вообще побывать. Сейчас находимся в покое принцессы. Мы видим здесь интересное место. Маленькая комната, прекрасно-прекрасная, сделано все из дерева. И вдалеке я вам могу видеть, там большую-большую кровь. Так, заканчивается наверх. Самый-самый шпион. Мы решили посмотреть, что же там. Теперь идем вниз. Это самый-самый верх нашего путешествия. Отсюда видно весь краевед такой хороший, с этого замка. Мы идем сейчас вниз. Мы оттуда спускаемся вниз. Все ниже и ниже. Так, что старые крепости тоже интересные вещи. Смотря на все эти строения, все как люди строят. Люди строили на века. Похоже, что на века. Но в самом деле все суда было осложнение. Человек не живет вечно. Хотя дух наш всегда живет вечно. Тут мы спускаемся в эти казематы. Вернее, ниже, ниже, с крыши, вниз. Меньше-меньше света. Но мы все-таки спускаемся ниже, ниже и ниже. Вот так бывает, спустившись вниз, мы попадаем в прекрасное место. И вот мы уже здесь, в царском дворце. Пока у нас еще немножко есть времени перед заходом солнца, еще раз рассмотрим этот небольшой замок, который был построен в 13 веке. И фактически почти не изменено вне, что было достроено. Но напоминание здесь очень интересное о том, что люди всегда искали воды, убежища, защиты. И любой такой замок, он предусматривал безопасность. И Писание говорит о том, что мы, как верующие люди, можем войти в Господа, сбежать в то место безопасности, где Господь является нашей защитой, охраной и сторожевой башней. Вот сегодня у нас такой маленький, небольшой экскурс в древний замок Шохов. Это в Польше. Если посмотреть внимательно, мы видим, какие балконы и стены, и безопасность, и внутренний двор, для того, чтобы люди могли безопасно находиться от врагов. И это напоминание нам, что мы можем сохранить свою жизнь, смотря на Господа, который является Богом нашим, милостью нашей. Мы сейчас на улице находимся на таком, может быть, искусственном мосту. И мы видим речку, где озеро, сзади нас вокруг, обливает вокруг этого прекрасного здания. Так что можно посмотреть на него, со стороны. Вот такой он замок. Мы благодарны всем вам, всем нам, что мы смогли иметь такую возможность приехать сюда и побывать на таком прекрасном месте.